Доброго времени суток, дамы и господа! У нас уже появилось что-то похожее на город и мы продолжаем прохождение City Skylines. Я вижу, что в нашей промзоне что-то очень успешно горит и пожарные вроде отправились уже это дело тушить. Ну а сегодня нам предстоит двигаться дальше. Наверное по плану у меня все-таки строительство отдельных районов, ну точнее их обозначение и расширение само собой по количеству жителей. Потому что это количество жителей позволит нам открыть новые строения, а эти строения уже нас точно забустят вперед. Наверное можно будет и с политиками побаловаться, я пока не совсем уверен, что я это хочу, но можно будет что-то попробовать. Я вообще в этих политиках не силен, да, я не силен во многом в этой игре, поэтому будем пытаться симпровизировать. Погнали! Как у нас здесь дела? Я вижу, что что-то горит уже два дома, пожарные приехали. Здесь конечно потребуется своя пожарная станция, потому что иначе тут будет постоянно пожары и пожарные будут поздно доезжать. И соответственно все это будет выгорать у нас в больших количествах. Но машинки уже здесь на месте, вроде вон там что-то тушат. И это замечательно, вы бы как-то рассредоточились, чтобы и то и другое потушить. Ну да ладно, не мне их учить, я думаю, что они сами разберутся. Полностью выгорело? Нет, не полностью, еще живо. Просто надо его привести в порядок, со временем оно будет выглядеть как и все остальные. Ну хорошо, вроде с этим разобрались. Давайте посмотрим вообще на ситуацию. По электричеству у нас сейчас, ну более-менее, хотелось бы лучше. Я вижу, что есть проблема в количестве работников. Наверное я все-таки парк оставляю вот в таком формате. Я ломал себе голову, хочу ли я его переделать. И, наверное, все-таки не хочу, потому что не вижу в этом смысла. Есть небольшая потребность в промышленной зоне, но нет смысла сейчас ее достраивать, потому что у нас сейчас не хватает работников даже на то, что имеется. И этих работников нам обязательно надо добавить. Что у нас с водой? Ну, мы что-то провели, что-то не провели. Давайте, наверное, здесь доведем сразу же до конца, чтобы у нас уже 100% была здесь водичка, и мы могли вообще к этому вопросу не возвращаться. Ну не знаю, может быть там какой-то шматок вот здесь вот будет ругаться, что воды не хватает, но мы это сразу же поправим. Это вообще не проблема. Надо понять, что я здесь буду рисовать. И вообще, в принципе, я могу уже просто нарисовать хотя бы вот такой вот микрорайончик, квартальчик жилой, потому что жители сейчас действительно нужны. Я вижу, что коммерция требуется. Надо вот где-то здесь, наверное, коммерцию придумывать, потому что, ну, около парка это будет как-то адекватно. Что касается комментариев, что слишком близко коммерческие зоны. Здесь получается так, что эти коммерческие зоны, они маленького формата, и они как бы не мешают жилым. Если бы здесь была коммерческая зона именно вот такая, да, коммерческая зона высокой плотности, то она бы создавала бы достаточно много шума, и да, действительно, вот такие зоны нельзя строить рядом с жилыми. Их нужно прослаивать, например, деловыми зонами, ну вот этими, например, и либо чем-то еще, какими-то парками, может быть, просто пропускать место или сажать там деревья. Ну, короче, что-то придумывать по этому поводу. В данном случае мы ничего не теряем, если зоны будут находиться прямо рядом друг с другом. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Давайте попробуем протестировать. А где здесь шум-то можно посмотреть? Трафик это понятно. Вот это что такое? Это загрязнение. Блин, ну тут точно должна быть такая вот хрень, которая шум нам показывает. Может быть, она просто пока что не разблокирована. Я что-то ее не наблюдаю. Блин, шум, ты где? Преступность, общественный транспорт, население, понятно, ценность земли, отопление. Мы играем на карте, на которой отопление не потребуется. Высота ландшафта. Блин, ну точно где-то шум можно было смотреть. Я, если честно, не знаю. Что по поводу туризма? Подсказок нам не надо. Ну, туристов, понятное дело, нету, потому что у нас привлекательность города 4, и мы сейчас это дело, конечно же, исправим. Но шум что-то я не наблюдаю, да? Я знаю точно, что он где-то есть, черт возьми. Подгоди, вот же он шум. Да, слушайте, коммерческие зоны все-таки создают какой-то шум. Здесь я ошибся. Но это не такая большая проблема. Не слишком уж здесь шумно, так сказать. Да, шумно. Вот там вот, где очень красное. Тем не менее, как бы, есть больница. От шума люди могут заболеть. Я все-таки немножко ошибался. Признаю, что уж поделать. Но такое бывает. Ладно, я думаю, что все будет нормально. В любом случае, каких-то вариантов для того, чтобы здесь сейчас сильно друг от друга убирать коммерческие от жилых, у нас пока что не имеется. Поэтому будем довольствоваться тем, что есть. Давайте что-нибудь еще разметим. Я думаю, что вот здесь у нас появятся домики. Вода есть? Вода есть. Отлично. Нам нужны жители. И все-таки коммерческая зона потребуется. Давайте подумаем, что я хочу здесь придумать. Я бы вот отсюда какую-нибудь дорогу провел. Давайте попробуем это сделать. Я проведу ее, наверное, вот так. Да, получается вот так. Я не знаю. Ну-ка, подскажи мне игра. Ну, чуть-чуть вперед. Я уже, кстати, черчу асфальт. Я думаю, что можно себе позволить. Вообще, по-хорошему, нам бы еще все улучшить. Потому что скорость средняя увеличится. Сразу трафика. Хотя здесь, наверное, не такая большая в этом проблема. Ну-ка, погоди. Дай-ка я отсюда начну. И сейчас что-нибудь придумаю. Да, блин. Можно мне поймать вот этот момент замечательный. Ну, давайте как-то сделаем вот так. И сделаем, например, вот так. Я думаю, что будет нормально. Много ли денег надо потратить на улучшение? Да, на самом деле, не очень в целом. Но деньги хотелось бы сейчас вложить во что-нибудь другое. Вообще, мы можем сейчас поменять специализацию вот этого района. И сделать, чтобы он так сильно не коптил. Да, потому что, ну, коптит он достаточно серьезно. И давайте, наверное, это исправим. Как раз у нас появилась возможность чертить райончики. Я бы очень хотел бы этим заняться. Будем чертить вот так по дороге. Единственное, что мы немножко отклонимся от курса. Вот прям вот здесь. Здесь нет смысла чертить туда. Да, на самом деле, вот здесь не было смысла чертить. Это я зря так начал делать. Но ничего страшного. Пускай будет. Нам не помешает. Вот эти домики главное обвести, чтобы они не оставались в формате обычных заводов. Ну, и здесь тоже у нас в дальнейшем расширение пойдет. Есть у нас тут классная такая дорога, которая бетонная, которая специальная промышленная. И, в общем, мы сможем себе здесь такие дороги сделать. И скорость по ним побыстрее будет. Да и смотрится прикольно, потому что, ну, потому что в промышленной зоне бетонные дороги это нормальная тема. Здесь у нас появляется лесная промышленность. Сейчас сюда поедет очень много грузовиков с лесом. Но, тем не менее, мы получим небольшую прибавку к налогам. Ну, хотя при этом потеряем немножечко в электричестве. По поводу электричества тоже стоит подумать. Но нравится мне пока что строить ветряки. Ну, уж не обессудьте. Давайте еще один приделаем. Потому что вот-вот уже ситуация накалится. Сейчас он немножко разгоднится. И нам покажет, что мы находимся далеко в зеленой зоне. Что, конечно же, нас устраивает. Парк мы сегодня тоже должны обязательно построить. Не будем, наверное, прям сходить с ума по декорированию. Потому что не все далеко здания будут разблокированы. Как только он поднимется в уровне, мы, конечно, его полностью задекорируем. Ну, и здесь я пока не декорирую. Да, во-первых, деньги не хочу тратить. Во-вторых, мне еще не открыта вот эта вот штукенция за 1600 жителей. Которая нам дает доступ уже к деревьям. Ко всякой вот этой вот истории. Где можно залипнуть и сидеть очень долго. Все это дело разукрашивать. И как только это все откроется. Как только у нас появятся бабки. Мы сможем себе все это позволить. Хорошо. Что делаем дальше? Дальше что-нибудь чертим, да, наверное. Можно подумать, как вот здесь дорога пойдет. Провести ли ее вот так? Да, давайте, наверное, проведем. Здесь не будет все равно какого-то трафика бешеного. Потому что все будет достаточно спокойно происходить. Я не знаю. Я как бы не хочу здесь какие-то кругляши выводить. Потому что, ну, я не вижу в этом смысла. Вот такой вот городок у нас будет немножечко квадратный. Вот здесь, кстати, очень странно как-то получилось. Ну-ка, погоди. А если вот так? А почему вот здесь такой пробел? Вроде здесь дороги как бы нету. И пробела быть не должно. Ну, я не знаю. Какой-то баг, наверное. Наверное, давайте попробуем часть дорог основных улучшить. Вот эту вот точно можно улучшать смело. И, наверное, можно улучшить вот эту. Но она у нас будет односторонняя, если мне память не изменяет. Только в другую сторону желательно. Блин, почему вот ты делаешь? Я же там тебе указал. Давай-ка сделаем как-то вот так. Все. Здесь они по асфальту катаются. Проблем у них не возникает. Жители новые заезжают, потому что мы здесь что-то нарисовали. Что касается коммерческих районов, то мы возьмем инструмент вот такой. Здесь что-нибудь зарисуем, наверное, пока вот в таком количестве. Да, что-то, наверное, с шумом я прогадал. Но, блин, тут реально без вариантов. Тут реально без вариантов. Ну, может быть, вот так не стоило делать. Но шум бы переходил даже с этой стороны на эту, например. И все равно бы им это не очень нравилось. Так как больница у них рядом. Пускай лечится. Пускай ходят в нее. И не выпендриваются. Я сразу позволю себе здесь провести вот так. Думаю, что это отличная идея. Вокруг парка сделать побольше магазинчиков, чтобы люди туда ходили. И вообще, мы парки-то еще с вами строить не можем. Но скоро у нас такая возможность появится. Потому что осталось совсем чуть-чуть до следующего этапа. Нам нужно 1600 жителей. Проблема с работниками на наших предприятиях как бы решилась. Потому что предприятия удалились. И мы, как видите, пока что бабла не получаем. Но это вопрос времени. Сейчас предприятия вырастут. И здесь прям поедут грузовики. Я вас уверяю. Я вот что еще хочу проверить. И какой у меня уровень счастья вообще? Ну, вот смотрите. Вот вам, пожалуйста. Ну, жилые зоны не супер счастливы. Но, наверное, здесь ситуацию исправит как раз парк. Потому что он работает не только как здание, которое бабло нам будет приносить. Но и как здание, которое работает как обычный маленький парк. Который мы строим, повышая счастье вокруг. И, скорее всего, стоимость земли. Я вот в этом не уверен. Я не совсем хорошо знаю механику стоимости земли. Но не сомневаюсь, что парки ее должны повышать. Потому что это было бы логично. Мы сейчас с вами будем потихонечку достраивать вот эту всю историю. Здесь у нас всякие здания, которые перерабатывают древесину. Я, если честно, так и не понял, зачем нужны деревья. Я просто могу сюда деревья, по сути, посадить. Да, вот эти вот деревья обычные, которые типа вот там. Но есть ли в этом смысл? Я не вижу в этом смысла. Потому что все и так будет работать. Сейчас денежка пойдет. Уже 1800 есть. А это еще достроилось далеко не все, что у нас было. Поэтому бабла мы точно получим. По электричеству мы подготовились. И глянем еще на карту вот в таком вот режиме. Посмотрим на нефть. О, ребятки, ну там вы сами видите, что происходит. Мы сможем потом выкупить участки. Сделать, соответственно, там нефтяную добычу из дополнения Индастрис. Сделать здесь рудную добычу из дополнения Индастрис. И, в принципе, тот кусок отдать под всю вот эту вот историю. Мне кажется, что это отличная идея. Я надеюсь, что мы до этого момента доживем. Потому что ресурсами достаточно богата карта. И мне это очень нравится. У нас тут огромные перспективы. Но, наверное, нам нужно двигаться дальше. Денежка пошла. И вы видите, что количество денег, которое нам поступает, увеличилось. Несмотря на то, что электричество все-таки сжирает больше. Давайте смотреть, сколько. Но мы пока держимся. Мы держимся достойно. Конечно, я, наверное, в итоге построю все-таки угольную электростанцию. Я очень бы хотел от нее как-то отказаться. Но вариантов тут немного. Либо строить огромное количество ветряков. Что, конечно же, дорого и неэффективно. Либо просто бахнуть где-нибудь грязное пятно на карте. И про это забыть. Ну, чего будем делать-то? Наверное, заселять каких-то людей. Я пока буду заселять прям вот так. И, наверное, потом кого-то буду удалять. Вместо них будут появляться, возможно, маленькие парковые зоны. Если нам не хватит вот этого парка, мы это увидим уже чуть позже. Парк сегодня мы построим. Это я вам точно обещаю. Вообще, мы можем райончик какой-нибудь обвести, в принципе, да, первый. И как бы его как-то обозвать. Ввести там какие-то начальные политики. Хотя я не уверен, что сейчас политики вообще какие-то адекватные и доступные. Что нам это действительно сейчас нужно. Наверное, все-таки на первых этапах нам нужно вот эту вот территорию доделать. Я, как вы помните, торопиться не планирую. И мы планируем аккуратненько с чувством, с толком расстановкой все это дело обсуждать. Разговаривать и чего-нибудь строить. Надо сейчас будет накопить на самом деле бабла, чтобы сделать улучшение всех дорог. Где бетоночка у нас? Бетоночка у нас недоступна, да, пока что. Маленькая двухполосная промышленная дорога с односторонним движением. Но вот как раз на 1600 жителях нам это все дело разблокируется. Поэтому мы потихонечку людей завозим. Что-то здесь жилая зона пока что маленьких уровней. Но, наверное, вот парка им как раз не хватает, да. Потому что это, соответственно, вместимость. Я же правильно понимаю, это так работает. Что сейчас здесь живет пока столько. Как только уровень увеличится, там будет жить чуть больше. Ну, по крайней мере, должно так работать. Давайте смотреть. 2600 у нас стало. Я думаю, что если мы достроим все-таки вот эти все пятна, оставшиеся пустые, то сразу ситуация изменится. И в районе 3500 мы где-то выйдем. А, скорее всего, мы еще добавим сюда немножко зоны промышленности. И, соответственно, приумножим наши заработки. Как вы видите, лесовозы уже поехали. Лесовозов будет действительно много. И проблему с трафиком в этом районе нам точно придется решать. Значит, я не хочу здесь делать сельское хозяйство. Хотя здесь можно его сделать. Видите, небольшой кусочек. Думаю, за сельским хозяйством мы поедем куда-то вот сюда. Что касается расширения самого города или постройки какого-то нового его куска, я пока что не понимаю. И пойму чуть позже. Я вам точно об этом сообщу. Давайте дорисуем, наверное, этот райончик. Я, как и сказал, не буду здесь ничего придумывать. Мы просто сделаем так. Здесь, например, мы можем сделать вот так. Почему бы нет, да? Здесь чисто отделим тогда коммерцию, раз мы выяснили, что все-таки шум она какой-то создает. Не знаю, почему я был уверен, что это не так. И можно даже какие-то кусочки уже улучшать спокойно. Не стесняюсь. Тем более, здесь скоро будет парк. А там будут всякие помещения, входы, выходы. И они могут забаговаться с не той дорогой. И потом не дать нам улучшить. Поэтому я позволю себе какую-то часть дорог сейчас переделать. Уверен, что жители обрадуются. Да, некоторые домики пока что отъехали. Но они сейчас снова построятся. Потому что стояли они под таким углом. Ничего в этом страшного я не вижу. Пару домиков снесли. Пару домиков построим. Сколько денег я потратил? Слушайте, ну я потратил, кстати, не очень много. Можно пока взять, на самом деле, и вот так вот это все дело обвести. И как бы уже полностью переходить на обычные адекватные дороги. Потому что адекватные дороги, это тема нормальная. Давайте тогда все в этом жилом районе мы переделаем. Потратим на это почти все бабки. Увеличим тем самым скорость передвижения по городу. И в дальнейшем, наверное, у нас какой-то автобус даже будет кататься. Но автобус должен кататься точно куда-нибудь. Там до школы, до парка и так далее. Привозить людей. Борщить с автобусами мы точно не собираемся. И, кстати, я хотел еще на свалку заглянуть. Но здесь пока все хорошо. Заполненность у нас 8%. Вроде, если катаются только 6 машин, значит, они справляются. Потому что, если бы было, например, 15 из 15, то ситуация бы обстояла уже не очень хорошо. У нас сейчас хватает жителей, для того, чтобы они могли полностью забить свои вакансии. И это значит, что мы хотим дать им еще возможность расшириться. И, соответственно, они сейчас, скорее всего, потребуют еще работников. Но мы торопиться не будем. Мы сначала посмотрим, попросят ли они. А потом уже им, соответственно, этих работников будем давать. Потому что у нас какая-никакая зона здесь расчерчена. Можно, конечно, здесь немножечко поизгаляться. И сделать какой-нибудь мостик. Но чисто по приколу. А почему бы не сделать мостик в городе, да? Я считаю, что тема прикольная. Вот здесь мы, например, подвинем. Не подвинем, а поднимем. Сделаем, например, как-то вот так. Здесь, например, эту историю опустим. Блин, а что у нас подождю сегодня, не подскажете? О, мы перешли с вами в маленький городок. К нам дали бабла. Это охренительно. Но я, с вашего позволения, все-таки закончу свой замечательный мост. Вот такой вот небольшой. Здесь мы можем взять и вот так вот просто повернуть. И смогут они вот так вот проехать. Да, по-моему, неплохая идея. Может быть, не очень прям супер красиво. Но хоть какое-то разнообразие. Ладно, давайте пока оставлять. Давайте посмотрим на ситуацию. Я вижу, что промышленность достраивается. Но потребность еще имеется. А мы тут с вами зону-то подготовили. И даже вода у нас подведена. Это я вот все заранее продумал. А что у меня здесь по электричеству? Подожди, это как электричество сюда поступает? Я вроде ничего не подводил. А, оно прям зацепилось от здания. Ни хрена себе. Очень классно. Очень замечательно. Я бы здесь, конечно, деревья посадил. Но я знаю, что эти деревья могут гореть, черт возьми. И, кстати, я забыл вам рассказать, что я отключил вообще катастрофы. И ничего на нас не упадет с неба. Я не хочу этим заниматься. Землетрясения, катастрофы, ураганы. Мы будем просто спокойно, умиротворенно строить. Здесь почему-то ничего не построилось. Потому что пока что не хочет. Как только захочет, сразу же построится. Ну давайте тогда работников давать. Что там вообще, не ругаются? Да, слушайте, нет, не ругаются. Но нам в любом случае жители нужны. Поэтому мы этих жителей отправляем жить вот сюда. Нам открылся уже парк. И мы сейчас этим будем заниматься. Если требуется промышленность, так как я уже добавил новый жилой квартал. Я, наверное, добавлю еще один квартал с промышленностью. Тут с районом-то у меня все нормально. Да, район обведен. Значит, здесь будут строиться здания именно такие, какие нам нужны. И, наверное, вы уже обратили внимание, что здесь перестала появляться, во-первых, вот эта вот копоть. А, во-вторых, старая стала исчезать. И это, конечно, ни на что особо в данном случае не влияет. Потому что это все-таки зона промышленная. И жилых здесь нет. Но мне так больше нравится. Слушайте, гребаный дождь. Он льет просто как из ведра. Я не понимаю, что он на мной прикалывается, что ли. Нам, кстати, разблокировали уже всякие приколюхи по декорированию. Это тоже замечательно. Парк мы тоже можем построить. И давайте, наверное, мы начнем сейчас с чего. Наверное, мы будем не начинать, а продолжать. Мы будем с вами сейчас достраивать вот эту все-таки область. Мы ее полностью разрисуем, разлинуем, потому что денежка на это есть. Ну, а потом уже посмотрим, что с этим делать. Как здесь можно поступить? Блин, не хочу ли я здесь еще один мост сделать? Ну, туннель, наверное, я точно не хочу, да? Потому что в этом смысла нет. Да давайте, наверное, здесь не будем велосипед придумывать. Четыре клетки здесь помещаются, и в целом нормально. Единственное, что вот это можно вот так вот сделать. Например, какой вот тупичок. Чтобы вот здесь не было никакой нагрузки, да? Чтобы они не пытались туда проехать, а все это дело объезжали. Но, опять же, не будет здесь никакой дикой нагрузки. Город маленький, и все будет хорошо. Потом мы на ту область уже дадим свое шоссе, свои выезды, въезды. И, наверное, уже вот эти даже дороги улучшим, чтобы здесь была достаточно большая скорость. Давайте еще раз на электричество обратим внимание. По электричеству на пределе, значит, я сейчас в это вложу еще денег. Кто-то, наверное, будет меня ругать за то, что я эти ветряки постоянно строю. Но вы уже, наверное, догадались, что я не остановлюсь, и поэтому можете не ругаться. А что теперь? Теперь мы будем еще заселять людей, либо, может, не торопиться. Вроде у меня как бы не ругаются вот эти домики. Я вот не хочу вот так делать, что я сейчас могу вот это все расчертить, и у меня начнется какая-то дичь. Зачем, если здесь не требуются работники? У меня работники нигде не требуются. Давайте тогда заглянем в образование. Вот видите, здесь как бы образование есть уже, местами исчезают красные дома. Вот в той области, ну так как бы, доезжают, но не совсем. Здесь по-любому потребуется еще одна школа. Потому что здесь жилые дома будут, и им, соответственно, нужно будет образование получать. Возможно, даже где-то вот здесь я бы ее разместил, да? Слишком близко, мне кажется. А вот так не слишком ли далеко? Ну, типа, эта школа этот райончик захватит, да? А та школа захватит ту сторону. Но мне кажется, это адекватно, я не знаю. А если вот сюда? Блин, сюда не помещается, а вот сюда? Ну, тоже такое себе, вообще ничего не захватывает. Не знаю даже, мне нравится вот этот вот вариант. Но потому что людям нужно будет сейчас образование. Видите, в той школе уже 250 человек из 300. Понятно, что я могу бюджет увеличить, но я этого делать не буду. Давайте мы, короче, сразу школу заложим. Я вижу, что немножко коммерции требуется. Давайте немножечко коммерции дадим. Мы дадим ее вот здесь. И мы дадим ее, блин, не знаю, вот здесь делать. Нет, наверное, на одностороннем я не хочу. Потому что это чисто на выезд. И больше ни для чего не предназначено. Я бы очень хотел бы, чтобы дождь закончился. Вот честно, я что-то не понимаю, что он сегодня прям льет и не останавливает. Кстати, вот здесь уже появился значок, то, что требуются работники. И видите, какое количество машин здесь появилось. Вот такая вот фигня. Нужно будет скоро с этим поработать, потому что дорога не совсем эффективная. На самом деле, нужно ее будет переделать. Совсем чуть-чуть, но переделать, чтобы такой дичи здесь не было. Сейчас я этим заниматься не хочу. Мы здесь уже начертили с вами жилые райончики. Поэтому сейчас мы потребность в работниках, конечно, удовлетворим. И все будут счастливы. Я бы очень хотел бы, чтобы прекратился нахрен дождь. Потому что после того, как он превратится, прекратится и превратится, превратится в ясную погоду, я планирую построить парк. Я не хочу под этим ливнем ничего делать. Поэтому я, с вашего позволения, немножечко ускорю время. И, может быть, пока подумаю над тем, чтобы вот тут что-то сделать. Ну, план следующий. Я пока, наверное, возьму вот такие дороги, чтобы денег сэкономить и немножечко это подредачить. Здесь у нас пойдет... А сколько у нас здесь было? Ну-ка, напомните мне. Давайте померяем. Я что-то забыл. Раз, два, три, четыре секции. Да? Ну, наверное, я также хочу и здесь. Три, четыре секции. То есть вот таким вот образом у нас здесь будет район продолжаться. И будет производить нам охренительно много всего. Да? Я знаю, что это большой район. Ну, а почему бы и нет? Потому что можем себе позволить. Ну, и, кстати, у нас есть дополнительный вариант вывести отсюда лишний трафик прямо на шоссе. Мы просто сделаем здесь пару туннельчиков каких-нибудь более-менее красивых. И ситуация резко изменится. Чтобы вот этот трафик распределить, мы сделаем следующим образом. Мы проведем дорогу сразу же вот сюда. Пока что. Пока что, пока что. Мы проведем ее вот сюда. Наверное, вот так. Да? Наверное, вот так. И, соответственно, вот так. И скажем, чтобы машинки наши замечательные ехали только вот сюда. И там не толпились. Я думаю, что это адекватное будет решение. Давайте им скажем, что больше мы сюда не ездим. Больше мы отсюда не выезжаем. И теперь мы выезжаем только... Блин, я зря я вот эту провел. Ну, то есть, можно было пока вот так, наверное, нарисовать. Ну, да, да. Вот это вот можно было не делать. Что-то я затупил. Ну, ладно, такое тоже бывает. Мне кажется, сегодняшняя вся серия будет под дождем. Но я, конечно же, надеюсь, что это не так. Как вы видите, немножко рассосался трафик. Он просто разъехался. Мы его растянули. И такой вариант нас устраивает. Конечно, если появится здесь еще один блок. Слушайте, а мне кажется, я переборщил, да? Блин, а я переборщил, а я хочу, чтобы было красиво. Здесь получается сколько? Раз, два... А, три здесь было, черт возьми. Ну, ладно. Раз, два, три, да? Получается, вот так надо будет делать. Ну, ладно, хорошо. Я здесь себя отмечу, чтобы потом не забыть сразу. А вот здесь вот мы продлим еще на один блок, если у нас такая необходимость будет. Можно было бы, конечно, здесь чуть-чуть фермы нарисовать. Но я не знаю. Не очень я хочу. Хочу, чтобы фермы были, черт возьми, отдельно. Ну, короче, походу мы будем все делать под дождем. Давайте попробуем это сделать. Нам нужен с вами парк, и для того, чтобы он появился, нам понадобится парковая зона. Она чертится, как вы помните, по примеру обычных районов. Мы сейчас просто это дело вот так вот зарисовываем. Как только мы построим наш первый парк городской, мы сразу с вами посмотрим, как он повлиял на наших жителей. И, исходя из этого, добавим маленькие парки, скверики и так далее, чтобы жители наши были счастливы. Но надо помнить, что у нас появилась еще вот такая вот история. А я как раз замечательным образом про это забыл. И, наверное, как раз вот здесь мы вот так вот сделаем, чтобы не забыть. И освободим место вот сюда, построив ее. Потом уже подведя какой-то автобусный маршрут по городу, чтобы жители спокойно могли туда заехать. Начинается моя достаточно классическая проблема. Не хватает образованных жителей. Но я думаю, что сейчас ситуация поменяется, потому что две школы. Все-таки выпускают они людей чуть побыстрее. Гребаный дождь не заканчивается. Просто вереница из грузовиков. Ну и хорошо. Значит, все работает. Если не стоят на месте, значит, все нормально. Кстати, здесь есть вот эта вот штучка по трафику, да. Ну, понятно, что вот здесь сейчас какой-то напряг. Но здесь напряги, потому что дороги ужасного уровня. И на это тоже надо потратиться. Но, блин, мне сейчас две важные вещи надо построить. Во-первых, мне, наверное, надо построить вот эту вот штуку. Желательно куда-то вот сюда. И мне надо построить все-таки парк. Поэтому давайте мы начнем с образования. Что у нас вообще появилось? Публичная библиотека стоит 22 400 в обслуживании. Есть у нас старшая школа, само собой. 24 560 в обслуживании. Может вместить тысячу человек. И образование сейчас, наверное, на первом месте. Потому что вот эти необразованные работники меня прямо накаляют. Ты кто? Ты университет. Ну, у нас есть, в принципе, кампус. Поэтому, наверное, университет нам как бы не очень нужен. И мы пока что не будем его строить в ближайшем будущем. Ну, понятно, что здесь надо, во-первых, 8 тысяч человек. Да и, в принципе, я не вижу в этом смысла, когда присутствует кампус. Хотя, может быть, я ошибаюсь. И кампус все-таки построить есть смысл. Но вот видите, вот эти будут сюда ходить. А вот с той стороны не будут. Может быть, я здесь сделал ошибочку. И совсем забыл, что я хочу прикрутить его вот сюда. Что было бы достаточно адекватно. Будем ли мы это переделывать? Мне кажется, что будет. Ну, чуть-чуть побреем здесь людей. Давайте переселим их вот сюда. Я там дороги удалил. Ничего страшного. Такое случается. Какие-то перестановочки. Коммерция может, в принципе, оставаться в том формате, в котором здесь хватит на вас места. И, наверное, я бы вот сюда все-таки это дело поставил. И мы охватывали бы намного больше пока что в условиях, когда у нас нет общественного транспорта. Но образование без вариантов надо делать. Тут вообще просто даже обсуждать нечего. Я просто его ставлю, и мы теперь с вами обсуждаем, как ситуацию здесь с дорогами поправить. Давайте попробуем что-то сделать. Ну, вот, например, вот так можно сделать тупо, да? И вот так, да? Все это у нас должно прокатить. Но здесь только единственное, что не совсем прокатывает, потому что не хватает. Блин, как-то надо как-то придумать. Ну, давай, вот так сделаем, нарисуем чуть-чуть. Здесь не получается, здесь не получается, да? Значит, получается вот здесь, вот так, и вот таким вот образом мы это дело огородили. Ну, можно там по приколу взять какую-нибудь елочку. Я елочки люблю, и вот сюда какие-нибудь елочки вам посадить, чтобы они у вас здесь были. Почему бы нет? Чтобы смотрелось хорошо, и не было вот этого пустого места. Что касается вот этой вот площадки, ну, ее надо как-то занять. Может быть, я сюда парк еще приделаю. Короче, давайте пока оставим. Мы людей переселили. Я думаю, что будет все хорошо. Они пока ругаются, что им нужна коммерция. Давайте все-таки парком городским займемся, потому что я очень это хочу сделать. Значит, что у нас будет? У нас здесь будет обычный городской парк. У нас есть, как вы помните, малый главный вход, есть большой главный вход. У нас просто денег не хватало. Блин, стоит как самолет просто. Денег 1910 поступает. Не очень мне это нравится. Что по электричеству? По электричеству пока все хорошо. Как нам поступить-то? Блин, скушала вот эта штука очень много бабла, но смотрите, сразу 500 человек здесь уже обучается. Поэтому нам это сейчас поможет. Что мы можем сделать? Нихрена себе тут у вас что творится, ребятки, я вам скажу. Интересно. Как можно это исправить? Сделать так, чтобы они разъезжались в две стороны. Давайте проэкспериментируем. Во-первых, надо скорость увеличивать потока. Это понятное дело. Я пока просто не готов. Давайте вот так приделаем. Сейчас понятно, что они начнут ехать вот сюда. Все они вот сюда. Но, тем не менее, здесь у них есть вариант только направо, либо налево. И они должны как-то разъезжаться. Но это, конечно же, не точно. Будем проверять. Вроде какое-то бабло появилось. Давайте его потратим, потому что я очень хочу. И вот здесь бабла больше стало. Это замечательно. Сейчас у вас парк появится, и вы вообще будете самыми счастливыми жителями. Делать ли вход главный напротив вот этого заведения учебного? В принципе, можем себе позволить. Мы в любом случае будем ставить несколько входов. У нас теперь будет еще боковой вход парка. Мы его сейчас возьмем, если денег-то нам хватит. Но денег нам не очень хватает, поэтому парк будем строить поэтапно. Приделаем вот сюда. Нам бы еще немножечко бабла бы подкрутить. Где надо подумать? Но надо, наверное, делать вот с этой стороны вход. Обязательно. Обязательно где-то с этой стороны. И обязательно вот тут. И я думаю, что будет вообще отлично. Все остальное мы здесь разместим. Наверное, я подумал, что я все-таки откажусь от идеи здесь делать что-то связанное с водой. Потому что у меня это сейчас все равно не получится. Я вижу, что ругаются на коммерцию. Давайте, ребята, не ругайтесь. Давайте я вот это уже дорисую, чтобы моя душа была спокойна. Мы вроде обсуждали, что не хочу рисовать сразу все. Но без вариантов. Здесь ничего другого не появится. Поэтому пускай будет охренительное количество грузовиков едет. Видите, какое. А представьте, если бы они лишние и выезжали вот сюда. Было бы на самом деле хорошо. Было бы просто замечательно. Как можно здесь их распределить? Да на самом деле дорогу надо улучшать. И уже как минимум ситуация чуть-чуть поменяется. Потому что скорость увеличится средняя. И шоссешку надо здесь проводить. Пока она недоступна вроде, да? Да, здесь видите, ни хрена пока нам возможности не дают строить. Надо 2800, чтобы до этого момента добраться. Слушайте, ну бабосик идет. Мне радует. Я чуть-чуть подкопил. Теперь мы можем дальше парк строить. Ну будем частями делать. Размеренно, опять же, аккуратненько и вдумчиво. Значит, боковой вход парка. Будем делать его где-нибудь вот здесь, наверное. Вот здесь, наверное, да? Либо вот сюда его чуть-чуть. Давайте вот чуть-чуть сюда, наверное. Потому что слишком близко к тому нет смысла. Ну еще один где-то вот здесь. Наверное, по центру прямо сделаем. Чтобы эти жители тоже могли туда прийти. Пока что этот парк нам не дает никакой привлекательности парковой. Мы сейчас проведем здесь какие-то дорожки. Дорожки мы проведем. Давайте, наверное, сделаем тупо вот так. А здесь мы сделаем вот так. Отлично. И мне кажется, что вот сюда прямо будет вписываться замечательным образом наша парковая площадь. Потому что это главное такое место центральное. Мы хотим его видеть здесь, да? Я эту парковую площадь обведу, само собой, дорожками. О, прям четенько легло. Слушайте, даже не пришлось модом пользоваться. Мне такое нравится. И мы можем разместить также туалеты, всякие инфокиоски и всякую такую лабудистику. Давайте-ка заборчик сделаем. Вот что я хочу. Заборчик вроде недорогой. 10 за клеточку. Можем себе такое позволить. Соответственно, заборчик у нас едет. Тихо, тихо, тихо. Заборчик вот сюда. Потом у нас едет он вот сюда. Но здесь он что-то криво ложится, да? Давайте сейчас посмотрим. Вот здесь он доезжает до упора. Правильно же я понимаю? Ну, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Нет, до упора он не доезжает. Но мы ему сейчас поможем. У нас такая возможность есть. Давайте возьмем просто вот этот инструментик. И попробуем зацепиться вот за этот вот кусочек. И сказать ему, друг мой любезный, ты должен находиться вот здесь. Так же, как и ты. Ты должен находиться вот здесь. Вот именно поэтому этот мод я установил. Потому что вот такие всякие нюансы можно исправлять. Двигать домики, если это нужно. Например, дорога бы здесь не ложилась. Мы бы сейчас с вами это все поправили. Ну, а здесь уже все понятно. Здесь должно все лечь прямо идеально. Но вот здесь что-то не ложится, да? Я так понимаю. Место уже нахрен занято. Интересно. А если я сделаю вот так? И возьму и немножечко счетерю. Ну, я счетерил по-другому. Я просто подвинул главный вход. И видите, тут какая фигня началась. Вот такая вот фигня. Почему я не могу вот сюда попасть? Я просто попасть не могу? Или это нельзя двигать? Блин, это хреновенько на самом деле. Ну, а что меня так расстраивает эта фигня? Может, дорогу подвинуть? Давайте чуть-чуть дорогу вот так вот изогнем. Она, наверное, сейчас будет ругаться. Но, пожалуйста, не сильно. Потому что я очень хочу здесь гребанный забор. Не гребанный забор у меня здесь получается. Отлично. Мы доводим его до сюда. Здесь проводим сюда. Здесь он рисуется прямо идеально. Ну, все. Теперь я спокоен совершенно. У нас получилось провести забор. Это просто охренительно. Такой вот парк пока что вырисовывается. Понятно, что он достаточно пуст. Но, тем не менее, он уже должен работать. Давайте смотреть. До следующего уровня нам нужно посетителей 500. Уже 160 есть. Уровень развлекательный достаточен. Но мы пока что не будем останавливаться. И будем строить что-нибудь еще. Давайте пойдем логически. Наверное, здесь должно быть какое-нибудь парковое кафе, если я не ошибаюсь. Оно тут есть. Это что? Это парковый инфекиоск. Нет, ты нам не нужен пока. Погоди, братишка. Нам нужно парковое кафе. И можно разместить его в целом прямо вот здесь, около центральной площади. Давайте, наверное, так и поступим. Смотрите, здесь у нас будет кафешка. Блин, ну-ка, погоди. Давайте я чуть-чуть подвинем. Ты же можешь подвинуться? Вот, охренительно. У нас здесь будет кафешка. И мы возьмем какой-нибудь еще инструмент. Блин, вот это вот свечение, конечно, я бы хотел, чтобы его не было. Ну, ладно, мы возьмем какой-нибудь еще инструмент из мелочи. И приделаем его вот сюда, да, например. Можно прямо даже вот так, чтобы он закрывал этот угол. Сделаем здесь несколько мостовых. Это же мостовая, да, я же правильно ее называю. Но думаю, что да, не суть. Вот этой вот хрени из камней. Ну, например, сделаем пока что вот так, да. Или, может быть, вот сюда сделать. Не, сюда не хочу делать. Сделаем вот так. Или, может быть, даже пошире. Давайте еще один ряд приделаем, чтобы было по красоте. И сюда, наверное, что-нибудь поставим из мелочи тоже. Во-первых, там были, по-моему... Блин, что-то как-то неровно надо это все дело поправить. Там были, по-моему, какие-то столики. Там были какие-то цветочки. В общем, нам это все надо. Мы сейчас этим воспользуемся. Что-то у меня так денег много идет. А вообще в чем проблема? Или проблем наоборот нету, поэтому денег много идет. Ни хрена себе. Слушайте, а вот мусорок уже не хватает, да? Я правильно понимаю? Вот, 15 из 15. О чем и речь. Заполненность у нас здесь 20%. Слушайте, это, конечно, тема такая. Наверное, я поставлю тогда здесь еще одну сразу же, чтобы не было проблем с мусором. Потому что мы сейчас парк делаем и хотим повысить счастье. Значит, здесь вроде я все подвинул. Можно двигаться дальше. Что у нас есть еще из инструментов? Я, конечно, не хочу здесь супер залипать, но залипнуть немножечко точно придется. Во-первых, у нас есть вот такие классные столики, которые мы сейчас здесь поставим. Давайте в каком-то количестве небольшом. Ну и будем ставить их по этой стороне. А на другую сторону мы возьмем и поставим что-нибудь другое. Ровно вроде? Ну, вроде да. Нормально. Смотрится хорошо. А на другую сторону мы поставим что-нибудь еще. Сейчас я покручу, поверчу. Во-первых, есть цветочки. Цветочки это охренительно. Есть вот такие. Есть широкие. Но, наверное, мне все-таки хотелось бы... О, погоди, а есть изгородь. А может быть, изгородь я бы хотел. А давайте ей воспользуемся. Попробуем сейчас сделать небольшой заборчик из этой изгороди. Я буду делать пытаться максимально ровно. Ну, понятно, что декорирование занимает достаточно много времени. Но оно того стоит. Парк будет смотреться сразу по-другому. Оставляем как-то так. Что еще есть интересненького? Ларек с едой. Интересненько. И вот здесь как раз он, наверное, отлично у нас встанет. Это, конечно, просто декор. И он ни на что не влияет. Но мне кажется, что идея хорошая. Блин, хотелось его чуть-чуть под углом. Но вроде чуть-чуть под углом и получается. Тут кто у нас? Тут у нас вот такая вот тачка с едой. Тачка с едой тоже прикольно. Давайте я куда-нибудь припаркуем. Вот здесь, например. И есть вот такой вот еще. Господин тоже с едой. Ну, значит, здесь у нас фудкорт. Поэтому мы тебя тоже сюда приделываем. Чего еще не хватает? Смотрите, наш парк уже вырос на одну звезду. Просто супер быстро. И мне это нравится. Ну, во-первых, он, конечно, окружен жилыми домами. Конечно, можно мусорки еще какие-то здесь поставить. Да, чтобы они не гадили. Не влияет это ни на что. Это чисто декор. Но я вот он сюда мусорные ведра поставлю. И, может быть, каких-то фонариков бы еще приделал. Вот сюда по центру. Да, вот каким-то таким образом. Понятно, что там есть еще что построить. Мы сейчас упарываться не будем. Мы до конца это доделаем чуть позже. Хотя я вот уже не могу остановиться. Вы же знаете, как я это дело люблю. Блин, скамеечка здесь уже, наверное, не смотрится. Все, надо остановиться. Вот такой вот у нас появился ресторанчик. Кафешка, у которой есть столики. У которой есть вот эти вот киоски. Давайте посмотрим на парк. Не хватает немножко развлекательной ценности. Совсем чуть-чуть. И наш парк продолжает расти. Он уже приносит нам бабло, несомненно, в бюджет. Это замечательно. Можно, кстати, наверное, раз у нас такой охренительный парк, даже чуть-чуть поднять стоимость. Давайте на один бакс поднимем. Пускай платят чуть больше. Сколько посетителей заходит? 570, да? Я правильно? 590 человек нас уже посетило. А каждый из этих людей платит нам бабло. Здесь, в принципе, тоже все хорошо. Мне нравится пока, как все происходит. Что мы можем еще сделать? Наверное, что-нибудь наметить. Например, переезд на ту сторону через вот эти железнодорожные пути и уже движение к развитию нашего города. Блин, по-моему, охренительный парк. Я что-то просто решил посмотреть так со всех сторон. Мне нравится. Мне нравится. Ну-ка, вот так, если нажать. Подожди, давай на парке и посмотрим. Видите? Он покрыл достаточно большую зону. Но этого не совсем достаточно. И мы это примерно понимали плюс-минус. Поэтому я и говорил, что где-то мы будем добавлять еще парковые зоны для того, чтобы все наши жители были счастливы. И придется кого-то, конечно же, снести. Я это знал. Я это представлял. Вот, наверное, вот здесь как раз парк бы смотрелся охренительно. И он нам покроет все проблемы. Но вот здесь какой-то шматок остается недовольных. Хотите парк? Может быть, какой-то маленький? Что у нас тут есть? Вот такой. Детская площадка. Ты кто у нас? Сейчас ты у нас парк для выгула собак. Ну вот давай тебя сюда и поставим. Не такой уж ты и маленький, на самом деле. Немножко жителей подвыпилили. Но сейчас там достроят они те домики, которые мы снесли. И мы, наверное, хотим что еще сделать? Дайте мне дороги. Мы хотим вот этот вот участок чем-нибудь занять. Так как я не придумал ничего интереснее, я просто сделаю вот так. У нас сейчас есть потребность во всем. Но при том, что есть потребность, у нас как бы нету проблем никаких с образованием. У нас нету проблем с работниками, которые здесь обычно у меня мигают. И вот образование это вообще мое все. Потому что с образованием это классика. Я помню, что у меня постоянно все загибалось. Особенно коммерческие зоны от того, что людей хотя бы со средним. Да, я так понимаю, тут именно старшая школа. Ну, короче, это среднее образование. Не было. Ну, вот сейчас мы подготовились. Сейчас мы сделали приоритет на этом. Потратили денег. Кстати, здесь уже половина забита, как вы видите. И, соответственно, в той части города придется сделать свои образовательные учреждения. Чтобы там тоже не было проблем. Но как сейчас изменилось счастье наших горожан, давайте посмотрим. Вот этот не очень счастливый. Но странно, кстати. Потому что вот ты прямо в парке почти живешь. И вы что-то не очень довольны. А что недовольные-то? Взрослые, ну или что такое? Здание жилой зоны. Историческое здание. Не знаю. Что-то вообще недовольные какие-то. Живет здесь ноль семей. А, ну, наверное, только построилось. Сейчас они въедут. И все будет хорошо. Преступность появилась. Почему? Потому что туда пока что полиция не доехала. Но я так понимаю, что скоро доедет. И ситуацию-то эту закроет. Ну, не думаю, что нам есть смысл сейчас ставить второй полицейский участок. Город достаточно маленький. А вот с электричеством проблемки начинаются. Поэтому мы будем по классике достраивать ветряки. Я, наверное, не планирую сейчас в этой части добавлять новые кварталы. Потому что я не вижу в этом смысла. Давай электричество лопни, пожалуйста. Потому что, ну, я думаю, что на самом деле это не такая большая прям проблема. Спасибо большое. С водой-то у вас все хорошо. Все замечательно. Мы должны, наверное, с вами улучшить вот эти дороги. Я прямо уже не могу, как хочу это сделать. Соответственно, здесь у нас пойдет бетоночка. Бетоночка у нас разблокировалась. И выглядит она, давайте я вам покажу, каким образом. То есть, вот это обычная односторонняя дорога. А мы здесь делаем вот такую вот бетоночку. Видите? Вот так она выглядит. По скорости она сколько? 40. Если мы берем обычную, то она тоже 40. Цена 40 за клетку. Здесь цена 30 за клетку. То есть, в принципе, оставляя про нормальную скорость передвижения для машин. Зачем-то она строится не в ту сторону. Мы при этом еще с вами и увеличиваем наши денежки в бюджете. Таким образом, что просто-напросто экономим. И это замечательно. Здесь явно нужно дорогу делать. Потому что, блин, а я не могу здесь делать. Потому что мне мешает вот эта вот хрень. Мы с помощью мода чуть-чуть вот так вот вас двигаем. Вы при этом не страдаете. А я, соответственно, блин, все равно не могу нахрен провести здесь дорогу. Скорость сейчас явно увеличится. Единственное, что еще остается, так это потратить бабло на то, чтобы сделать бетоночку внутри. Бетоночка классная. Мне бетоночка нравится. Поэтому будем в промышленных зонах, наверное, в основном ею пользоваться. Я не знаю, как она будет смотреться, конечно, в районе... А почему не улучшается? Не подскажете мне? В районе сельского хозяйства. Но все-таки это такая именно бетонка для всяких тракторов, грузовиков. Хотя, наверное, в сельском хозяйстве лучше бы смотрелась именно такая вот гравийная дорога. Но тут, на самом деле, я вообще не уверен. Возможно, когда мы с вами дойдем до сельского хозяйства, мы будем использовать уже именно район сельского хозяйства. То есть, не... Вот, точнее, не район, как вот мы здесь вычертили, а именно из дополнения Индастрис. Да, где это у нас находится? Ты кто? Уникальные фабрики. Ну, вот как раз тут всякие производства. Это у нас складские помещения, если не ошибаюсь. У нас тут есть еще и рыбная промышленность. У нас тут есть... Ты кто вообще? Я не знаю, что... Почтовая служба. Я без понятия, если что, будем читать. Но мы хотим... Погоди, вот ты кто? Вот, лесная промышленность. Видите? Мы уже можем ее организовывать прямо вот здесь. То есть, мы можем, в принципе, не достраивая вот эту вот штуку, сюда приделать лесную промышленность. И здесь начать производить прямо уже ресурс, который в целом нам будет приносить бабла и продаваться в коммерческих зонах. Ну и в целом нам будет показан здесь, вот в этом главном здании, сколько мы бабла за это срубаем. Слушайте, это неплохая идея, на самом деле. Что-то я об этом даже не думал. Нам сейчас просто, если мы райончик обведем, у нас появится возможность с вами уже такую штуку проворачивать. Но не знаю, насколько я хочу действительно сделать это здесь. Возможно, мы найдем какое-то более интересное место для этого. Плодородных земель просто, мама, не горюй. И мне так хочется нефтью заняться. Короче, слушайте, у меня что-то глаза разбежались, но давайте посмотрим, как было здесь. А у меня опять электричества не хватает. А что это такое? Ветер плохо стал дуть или чем происходит? Ну давайте я еще одну вам построю. Конечно, надо с этим завязывать уже. Где у меня 8 мегаватт? 8 мегаватт у меня вот здесь, мне это нравится. Меня это полностью устраивает. И как вы видите, достаточно серьезное у нас здесь движение. Этот вопрос надо будет в скором времени уже начинать решать, потому что ситуация может выйти из-под контроля. Ну на самом деле из-под контроля она, наверное, не выйдет. Я думаю, что все будет хорошо. Блин, дайте я что-нибудь в парк еще приделаю. У нас сегодня такой был акцент именно на парк. Мы чуть-чуть достроили город. Но все-таки, все-таки надо парку что-то еще дать, потому что у нас что-то разблокировалось. Во-первых, мы туалет не сделали, насколько я понимаю, да? Да, парковый туалет. Ну давайте вот здесь его приделаем, около главной площади. Или слишком кучно, как вы считаете? Типа можно сделать где-то в другом месте, да? Например, сделать здесь какой-то даже перекресток вот такой. Потому что мы уже определились, что... О, ни хрена себе, он еще с тротуаром соединяется. А вот это, кстати, мне не очень нравится, потому что входа здесь нет, там забора с тротуаром соединилось. Ну ладно, а если я возьму вот так? Ну-ка подожди, оторву тебя. Во, вот так можно сделать. Давай оторвем. Мне не нравится эта история. Я так не хочу. Можно, конечно, что-то даже закруглить. Или вот сюда подвезти. Ну-ка погоди. Дай-ка мне еще дороги. Да, здесь немножко кривовато, но опять же у нас есть инструмент для того, чтобы... А нет, это не цепляется ни хрена. Ну ладно, тогда так делать не будем. Вообще адекватно здесь было, наверное, инфокиоск разместить, потому что, типа, заходишь такой в парк и смотришь инфу. Давайте вот сюда один поставим. Да и туалет надо тоже. То всякое бывает в жизни. Пришел в парк, а тут раз приспичило, но сразу туалет присутствует. Поэтому нормальная тема. Пусть будет как-то так. Не знаю, пока что не представляю, что я дальше хочу. Там еще шахматная доска была. Можно ее куда-то пришпандорить. Нам хватает, в принципе, на это денег. Мы развлекательно типа высим. Ну да, вот это прикольно все. Ну, видите, надо достаточно много воды. Здесь, конечно, маленький причал, но воду нужно сюда залить, потом контролировать. В общем, такое себе. А, нет, шахматы нам не разблокировали, да? Или чего? Где шахматы-то нахрен? Ты кто? Ты веревочный городок. Ну, тут еще есть чем заняться. Площадка с батутами, беседочки. Короче, много чего можно сделать. И мы, конечно же, потихонечку, полигонечку будем это добавлять. Здесь что есть интересного? Здесь есть, кстати, песочница, да? Какая-то песочница для детишек. Ну-ка, давай-ка песочницу приделаем тебе вот сюда. А вот это что? Тоже песочница, но круглая. Ну, давайте здесь сделаем две песочницы, да? А что мы можем вам еще поставить? Какие-то цветочки? Не знаю, скамеечки, наверное, можно, да, приделать. Но я вам говорю, я сейчас залипну, это никогда не кончится. Мы просто будем вечно делать парк. И эта тема-то прикольная. Ну, типа вот так, скамеечку. Ну, да, например, раз здесь присесть можно, два присесть можно. Ну и пусть будет три. И вот такие вот столбики еще сюда приделаем. Смотрится достаточно странно, но все-таки надо же освещать детскую площадку. Я думаю, что идея хорошая. И можно что-нибудь из цветочков еще соорудить, да? Типа это дело огородить. Я не знаю, вы там уж пишите, нравится, не нравится. Я тут что-то выделываю. Может быть, оно и не стоит того. Может быть, и не надо. Ну, не умею я, конечно, в супер какой-то дизайн. Я в этом плане не профессионал. Пытаюсь работать с теми инструментами, которые у меня есть под рукой. И таким образом, каким умею. Вот здесь немножко перепад получился, кстати, по высоте. Как это изменить? Я, если честно, не помню. Вот я держу Ctrl и немножечко утапливаю, да? Или это не так работает? Блин, я, если честно, подзабыл, как этот мод действует. Но, в общем, такая возможность здесь точно была. Тем временем мы с вами перешли в развивающийся городок. Это просто охренительно. Люди заехали. Здесь, конечно, у нас потихонечку происходит какая-то дичь. Но мы будем пытаться с ней справиться. Наверное, все-таки делать здесь отдельный коммерческий район с помощью дополнения Industries я все-таки не буду. Потому что иначе здесь вообще будет коллапс. Мы будем пока достраивать такую промышленность и уже делать отдельные ей выходы. А дальше придумывать места, где у нас будет находиться отдельное предприятие под каждый вид. Сельское хозяйство, либо там, опять же, лесная промышленность. Посмотрим, подумаем. Меня пока не очень устраивает ситуация с вот этими вот господинами. Может быть, им стоит уже помочь, либо стоит увеличить просто немножко бюджет. Например, на полицию, да, совсем чуть-чуть добавить. Вот до 110%, до 111%. И ситуация поменяется. Но вообще наш город цветет и пахнет. По большому счету никаких проблем сейчас мы не испытываем. Периодически отваливается электричество по понятным причинам. Периодически появляются какие-то господины, которых сейчас обязательно полиция отловит. Нет, пробок в целом пока что нет. У нас, конечно, не так много. У нас всего лишь 2800 человек. Но, тем не менее, появился городской парк, который мы обязательно доделаем с вами в следующих частях. Постепенно, поэтапно будем чего-то добавлять. Ну и, конечно, его задекорируем. Ну а вам спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. На новых встреч и пока-пока.